Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном оригинальном, очень удобном, очень простом и очень доступном способе увеличения урожайности томатов, а также перцев, без применения каких-либо удобрений, без применения ядохимикатов, без применения синтетических или натуральных гормонов, ну то есть вообще без каких-либо подкормок, обработок, опрыскиваний или каких-либо еще особых агротехнических мероприятий. Конечно, я мог бы сказать, что этот способ увеличит вам количество урожая в 10 раз, написать такой заголовок сумасшедший, но я все-таки предпочитаю более реалистичные обещания, о которых вы, конечно же, услышите. Одним из замечательных способов увеличения урожайности разных сельскохозяйственных растений, и этот способ как раз может применяться в приусадебных хозяйствах, промышленности применять его достаточно сложно, это выращивание компаньонов, которые будут очень хорошо дополнять нужды друг друга или какое-то из растений будет обеспечивать необходимыми условиями другое растение, каковым вот в данном нашем случае является томат. И речь пойдет о таком замечательном растении, как базилик. Базилик является очень хорошим компаньоном, конечно же, во всевозможных блюдах, приготовленных на основе томатов. Это и томатный салат, и пицца, и что угодно. Прекрасные кулинарные такие гастрономические дополнения томат и базилик. Базилик бывает зеленый, бывает бордовый, бывает различных цветов, это тоже все понятно, я уверен, что многие из наших зрителей выращивают базилик у себя на огороде. Но вот оказалось, не просто так, а в экспериментах, хороших, доказательных экспериментах было показано, что совместное выращивание базилика и томата приводит к увеличению урожайности томата по крайней мере на 20%. Ну что такое 20%? Это значит, каждая пятая помидоринка была у вас получена с помощью базилика. Для того, чтобы осуществить вот такие компанейские взаимоотношения между томатом и базиликом, достаточно разместить растение базилика на расстоянии 20-25 см от растения томата. Высаживание базилика, подсаживание к томату может происходить одновременно с высадкой рассады, а также в течение по крайней мере трех недель после высадки рассады томатов. Это тоже не бла-бла, это все хорошо показано в модельных исследованиях с хорошей статистикой, с хорошими выкладками. Также было любопытно узнать, что увеличение продуктивности томата, например, не связано с отпугивающим действием базилика на каких-то вредителей. То, что базилик отпугивает многих вредителей, главным образом гусениц, это хорошо известно. Поэтому его очень хорошо высаживать в грядках, например, с капустой, ну или какими-то капустными овощами другими, которые страдают и от гусениц, и даже от крестоцветных блошек и прочих блошек. А вот что касается томата, то здесь в основе лежат достаточно сложные биологические, какие-то тонко настроенные механизмы взаимодействия между двумя этими растениями. Было также показано, что не только соседство базилика рядом с томатом, ну вот на одно высокорослое растение томата необходимо одно-два растения базилика на расстоянии 20-25 см. Если у вас, ну понятно, что томаты растут в ряд, и у вас может между томатами сидеть два растения базилика, одно будет действовать на одно, а второе на другое. Ну то есть такое одно растение будет обобщисленное для одного растения томата. То есть вы просто равномерно, чтобы они не мешали друг другу, рассаживаете базилик между томатами. Как видите, не так уж много его надо. Так вот, оказалось, что не только сами живые растения базилика помогают томату увеличить продуктивность, но также и водные экстракты из надземной зеленой части базилика, ну которые совершенно несложно добыть в процессе его вегетации. Это сделать очень просто. Веточки срезаются, и примерно, ну я по массе считал, сколько в среднем получается. Вот такая одна большая жменя заливается литром горячей воды, настаивается в течение суток, и растения томата обрабатываются. И даже вот этот прием, и его надо применять примерно каждые 7-10 дней, тоже способствует увеличению продуктивности томата. Продуктивность томата увеличивается за счет увеличения завязываемости плодов, за счет увеличения количества таким образом плодов, но не только, также за счет крупности плодов, и увеличения их массы, накопления там сухого вещества. Поэтому и каждый пятый помидорик, ну и каждая пятая часть любого из помидориков будут получены благодаря соседству с базиликом. Что касается перца, то базилик тоже очень хорошо комбинировать с перцем, и в той же пропорции примерно одно растение, ну максимум два на каждое растение перца. Так вот, перец, с одной стороны, любит весьма солнечное местоположение, однако в период плодоношения перцы очень сильно страдают от солнечных ожогов. В то время, когда перец начинает активно плодоносить, и плоды начинают активно созревать, наливаться, базилик уже достигает достаточно больших размеров. Путем стрижки кустиков базилика вы можете регулировать количество тени, и вы можете таким образом регулировать тень, которая падает на ваши плоды, что она будет защищать, это тень плоды перца, от вот этих вот самых солнечных ожогов. Кроме того, в отличие от томата, перец гораздо больше отзывчив на увеличение влажности воздуха. Вот он, как огурец, тоже любит достаточно влажный воздух. И как раз соседство с базиликом позволяет создать вот такую очень благоприятную, влажную среду для выращивания перца. Тем более, что рост растений базилика примерно будет равен росту растений перца, но может базилик чуть-чуть пониже будет, и опять же говорю, его можно подстригать, регулировать эту высоту. Ну, а если мы говорим о высоких томатах, которые до крыши теплицы вырастают, то, конечно, базилику за ним не угнаться, и он не создаст какой-то излишней влажности в этом ярусе, где томаты уже имеют листья, мы же удаляем листья снизу, и не создаст каких-то препятствий для циркуляции воздуха, и не создаст каких-то благоприятных условий для развития болезней томата, потому что его надо аккуратненько подстригать, ну, примерно до высоты, ну, не более, до 20 сантиметров. Подстригаем, подстригаем, подстригаем постоянно, получаем зеленую массу, используемую для опрыскивания и капусты, и томатов, и перцев, и баклажан, и буквально всех овощей и ягодников, потому что базилик вот так благотворно действует на очень-очень многие растения, а кроме того, отгоняет вредителей. Что ж, надеюсь, это станет важной информацией для вас, и таким сигналом к тому, что базилик необходимо развести у себя в огороде, необходимо сажать в открытый и защищенный грунт, делать его в обязательном порядке компаньоном ваших овощей, в первую очередь томатов. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова